10.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. По итогам выборов 26 октября в Украине будет избран проукраинский и проевропейский парламент, уверен президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что перед новым составом Верховной Рады стоят сверхважные задачи. Необходимо реформировать страну и положить конец коррупции, а также модернизировать армию. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что многое уже удалось сделать. Подписать и ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, остановить российское нашествие и создать собственные вооруженные силы, которые отбили агрессора. Нам нужно провести выборы и на Буковине, и по всей Украине. И обеспечить гарантии избирательных прав тем, кто сегодня живет на Донбассе. Чтобы не бандиты их представляли, а те, кого изберут в соответствии с украинскими законами, со свободным волеизъявлением граждан, под наблюдением ОБСЕ и всех международных организаций. И мы очень быстро поймем друг друга со всеми нашими согражданами. Сегодня в Украине день тишины. Накануне внеочередных парламентских выборов запрещена предвыборная агитация. Во всех населенных пунктах должны убрать все агитационные материалы. Запрещено также обнародовать результаты социологических опросов. Напомним, предстоящие выборы пройдут по смешанной системе. Граждане Украины, проживающие в Крыму и Севастополе, смогут проголосовать за кандидатов по партийным спискам на материковой части страны по упрощенной процедуре изменения места голосования. Также могут проголосовать и жители Донбасса. Всего в Украине, без учета Крыма и Севастополя, насчитывается 33 миллиона 570 тысяч избирателей. Украина призвала Россию осудить местные выборы, которые пытаются провести незаконные бандформирования на подконтрольных им территориях на Донбассе. Об этом заявил временный исполняющий обязанности постпреда Украины в ООН Александр Павличенко. Москва должна четко дать понять боевикам, что их выборы незаконные, противоречат украинскому законодательству и мешают мирному процессу на востоке нашей страны, сказал Павличенко. Также он призвал террористов обеспечить беспрепятственный доступ к избирательным участкам на парламентских выборах тем гражданам Украины, которые живут в районах подконтрольных боевикам. В Донецкой области на парламентских выборах смогут проголосовать лишь на 9 из 21 избирательного округа. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация. Эти округа включают такие города, как Артемовск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Красноармейский, Мариуполь. В Славянске, входящем в 47-й избирательный округ, к волеизъявлению все готово. В городе открыты участки для голосования, работают избирательные комиссии. За правопорядком смотрят украинские силовики. Местные жители ожидают от нового парламента помощи в решении их социальных проблем, прежде всего восстановление разрушенного жилья и компенсации затрат на его ремонт. У нас большое, не только для меня, для остальных людей, молодых, энергичных. У меня все хорошо, что ожидать у меня. Все прекрасно будет у нас. Я думаю, что нам только надо быть настойчивым, работящим, дурака не валять. В округах Донецка и Луганской области, где сейчас невозможно провести выборы с точки зрения безопасности, пройдут до выборы. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. Он убежден в правильности решения власти провести голосование на части территории востока страны, где это возможно. Ранее председатель Верховной Рады Александр Турчинов также прогнозировал, что после того, как будут освобождены оккупированные территории Донбасса и Крым на тех одномандатных избирательных округах, где выборы не состоятся 26 октября, пройдут до выборы. Ситуация в районе блокпоста вблизи Смелого Луганской области стабильная. Объект находится под контролем украинских военнослужащих, сообщают в пресс-центре операции. Также стабильна и контролируема ситуация в Донецком аэропорту и вблизи Мариуполя. Минувшей ночью эти районы не обстреливались. Наибольшего внимания требует обстановка, которая сложилась в районе населенного пункта Дебальцево. Именно там силы АТО принимают меры для нейтрализации неконтролируемых террористических вооруженных формирований, обеспечивают безопасность местных жителей на территориях, освобожденных от боевиков. Мы в усиленном режиме несем службу по охране общественного порядка. На днях принимаем участие в восстановительных работах на Карловском водохранилище, контролируем подачу воды в Красноармейский и Добропольский районы. Добропольский район. Он отметил, что гидро и атомная энергия – самая дешевая в мире, а запуск действия гидроагрегатов Днестровской ГЭС позволит сэкономить до миллиарда кубометров газа в год. На сегодняшний день, после того, как мы запустили наш блок, доля электроэнергии, которая производится атомными электростанциями, гарантированно уже будет превышать 60%. Запустим еще два блока атомных электростанций. Запустим здесь еще третий и четвертый агрегаты. Запустим Каневский комплекс. И это создаст нам все условия для того, чтобы мы, наконец, перестали зависеть от внешних поставок угля и газа. Премьер-министр Украины Арсений Ценюк заявил, что обвал российского рубля может негативно сказаться на украинской экономике. По его словам, уже в ближайшие дни возможен приток товаров из Российской Федерации на отечественный рынок. Это может дестабилизировать экономику страны. Поэтому глава правительства поручил Министерству финансов, Фискальной службе и Нацбанку уже сегодня провести срочное собрание и принять необходимые меры для защиты экономики Украины. Фактически сегодня черная пятница для российской экономики и для российского рубля. Как правило, после этого мы ощущаем волну финансовой дестабилизации именно из-за России. Кроме военной агрессии, они будут осуществлять финансовую агрессию из-за своей несостоятельности. Разумеется, при падении российского рубля россияне постараются быстро продавать свою продукцию в Украину, потому что есть конкурентное преимущество. Курс упал, а это значит, что они снизят цены на свои товары в долларах для того, чтобы заполнить украинский рынок. В то же время из России продолжается отток капитала. С 16 октября инвесторы вывели с фондового рынка Федерации около 140 миллионов долларов. Всего же с начала октября отток капитала из российского рынка акций превысил 270 миллионов долларов. За последний год российские инвестфонды потеряли более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Всего же за 9 месяцев от 2 года из экономики России уже выведено 85 миллиардов долларов. Это официальные данные Центробанка. В свою очередь, Министерство экономического развития Федерации ожидает, что отток капитала по итогам года составит 100 миллиардов долларов. Украинскую культуру и искусство ждет успех на мировых рынках. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ заявил британский специалист по инвестициям в культурные проекты Мартин Смит, который уже не первый год сотрудничает с нашей страной. По мнению Смита, важно организовать планомерную программу инвестиций в развитие культур, а также творческих, технических и деловых навыков современных украинцев. Управляющий директор Westbridge Consulting уверен в творческом потенциале украинского народа и в способности нового правительства эффективно поддержать культурное развитие Украины. Культура должна быть обязательно в списке приоритетов нового правительства. Нужно открыть путь творческому потенциалу молодежи Украины, которая хочет развиваться, которая хочет работать так, как работают другие страны. В кинематографии, на телевидении, в игровом бизнесе, в сфере культуры с ее растущим рынком. Самое главное для Украины – найти путь сотрудничества между государством и частным сектором. Частный и государственный капитал должны начать эффективно работать сообща. Надеюсь, что новое правительство сможет справиться с поставленной задачей и учтет потребности Украины в развитии сферы культуры. Фильм украинских студентов о Майдане посоревнуется за российскую кинопремию «Лавровая вещь-2014». Она присуждается в области полнометражного, неигрового и телевизионного кино. Номинируемый фильм «Черная тетрадь Майданил» за четыре месяца сняли студенты второго режиссерского курса Киевского национального университета театра кино и телевидения имени Карпенко Карова. Ну а далее на БТБ смотрите анонс. Оставайтесь с нами. Увидимся. Музей Пабло Пикассо в Париже откроется вновь после пяти лет ремонта. Открытие долго откладывалось из-за споров о том, каким образом должно быть реконструировано хранилище одной из крупнейших в мире коллекций знаменитого художника 20 века. Редактор субтитров А.Семкин